Приветствую вас! Мне показалось, что вы ведете с кем-то диалог. То есть, мне показалось, что вы в своем тексте как-будто раскрываете спор, как будто раскрываете конфликт кого-то. То есть, чей это ваш конфликт с кем-то? Ваш с кем-то конфликт вы раскрываете. Такое впечатление, что вы сейчас пытаетесь найти поддержку у нас в том, в чем вы, например, сами до конца не уверены. Я не могу сказать, что это обязательно плохо, что-то вы пытаетесь найти поддержку у нас. Я, в общем-то, даже считаю, что это хорошо, что вы обращаетесь за поддержкой к нам. Но давайте будем для начала называть вещи своими именами. Вас интересует сейчас не ответ на вопрос, а желание доказать. Желание доказать кому-то, что вот вы, ну, например, вы правы. Почему-то мне думается, что ситуация именно так складывается. Хотя, конечно, я могу ошибаться. Это безусловно. Дальше. По поводу непосредственно планирования. По поводу непосредственно вот того, что все люди планируют, да, ну, кто-то планирует, вот и так далее. Понимаете, какая штука? Кто-то получает от этого удовольствие от планирования. То есть, кому-то оно нравится, ну, планирование. Кого-то оно привлекает, планирование. Кто-то без планирования вообще не может натурально. Потому что человек, ну, вот, он привык так жить, он привык так существовать. Для него это нормально, вот. Кто-то так не привык существовать. И для него это ненормально. Понимаете? Поэтому, я думаю, что неважно, как другие люди живут. Совершенно. Неважно. Важно, как живете вы и как комфортно вам. То есть, вы, в принципе, правильно сказали, что у каждого своя правда. Вот. Это так. То есть, в зависимости от своего склада характера, своего склада ума, от еще ряда факторов. Человек выбирает, как ему жить. И выбирает так, как ему комфортнее, как он привык. Понимаете? Единого решения здесь нет и быть не может, в принципе. Я считаю, что, знаете, что, какие-то вещи, какие-то вещи должны планироваться. Я считаю. Я считаю, что некоторые аспекты в жизни человека подлежат планированию. Некоторые аспекты в жизни человека планированию не подлежат. То есть, нельзя планировать, ну, определенного, определенного рода вещи. Нельзя планировать, что это касается отдыха, творчества и так далее. Но, нужно планировать то, что касается трудовой деятельности и так далее. Только не самой трудовой деятельности, а именно, вот, что это касается процессов. То есть, если вы ставите себе какую-то долгосрочную цель, то, ну, скорее всего, ее нужно планировать. Скорее всего. Без планирования эту цель достигнуть не получится. Просто на просто. Вот. Ну, это, опять же, вот, как видится мне, да, как это видится мне. Это, что, как мне видится эта история. Значит, так, правильно ли, когда человек планирует свою жизнь? Ну, смотря в чем. Есть такие люди, они всегда все планируют. Во сколько лет я все буду делать. Правильно ли это? Для кого как? Я сама никогда не строил моих старых планов. Это правильно, если вам не хотелось. Если вы не считаете, что это ваше и не нужно. Конечно, в юности не хотелось замуж и детей. А для чего? Зачем? Но почему-то тогда казалось, что это, чувствовалось, что это произойдет не скоро. Ну, возможно, вы так идентифицировали необходимость своего личностного роста. Есть много примеров, когда люди все планируют и вроде довольны своей жизнью. Да, этим людям просто подходит планирование. Это нормально. Люди по-другому жить не привыкли. Но это влияет семья, круче, круче. Окружающая среда, социально одобряемое поведение, поведение и так далее. То есть, это нормально. Для людей, да, это нормально. Вот. Соответственно, понятно, что не для всех, да. Потому что, всех, все же, по данному ребенку грести, ну, явно не стоит. Вот. Но, кто-то действительно так живет. И, в общем-то, он счастлив. И я считаю, что, да, самое главное, чтобы человек был счастлив. То есть, что делает человека счастливым, то и правильно. Вот. Так. У них есть, есть много примеров, когда все люди планируют довольны своей жизнью. У них есть все необходимое. Ну, разве от этого не пропадает такую жизнь? А смотрят в чем? Понимаете? Человек, например, за счет планирования может добиться такой истории, что он не будет переживать, не будет волноваться, не будет беспокоиться. То есть, он вот запланировал отдых, например. Да? Вот. И в этот отдых он, соответственно, полностью расслаблен. То есть, планирование предоставляет некую безопасность человеку. Но только тем, только тем людям предоставляет безопасность, которые в этом нуждаются. То есть, есть те, кто вот в такого рода безопасности, да, не нуждаются. Есть такие люди, кто не нуждаются в такого рода безопасности. И в этом случае такого рода безопасности не подходят. Вот. То есть, понимаете, опять же, да, вот с точки зрения психологии, да, допустим. С точки зрения психологии. А может быть, люди, которые все планируют, они, ну, скажем так, более подвержены, там, определенным проблемам. Может быть так. Но если человек не готов меняться, да, если человек не готов меняться, там, ну, что-то делать и так далее. То можно сказать, что он, этот человек. Ага. Сделал свой выбор. И нам этот выбор, да, нужно уважать. Поэтому не очень понятно, почему вы здесь сравниваете, вот, людей, да, в данном случае, вот, кого-то другого с собой. То есть, как их поведение, поведение людей, которые планируют, влияет на вас. Они планируют. Вы, вы не планируете. Это, это нормально? Это нормально. Понимаете? Вопрос заключается в том, в большей, в большей степени вопрос заключается в том, как это все влияет и трогает вас. Вот. Это, в большей степени, эм, действительно важно. Знаете? Вот. То есть, вы говорите сейчас про других людей, да? Вы говорите сейчас про кого-то. А говорить нужно на самом деле про непосредственно вас. Как вы, именно вы, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Понимаете? Какая история. Вот это я считаю важным, по-настоящему важным. Понимаете? А не попытку понять других людей и доказать, что их позиция, их позиция, их точка зрения является неверной. Понимаете? Потому что что бы здесь вы не говорили, все равно люди такие, они будут. Они будут. В любом случае будут. И вам нужно принять тот факт, что они будут, эти люди. То есть, отграничьте себя от этих людей. Если бы на то прошло. Дальше. Так, мне всегда казалось, что если выходить за мной, это не просто так, а действительно, когда почувствуешь, что это твой человек, так здесь работаешь, что важно не во сколько лет ты начал чем-то заниматься, важно именно, но это то, что тебе интересно, то это твое. И не бояться пробовать, не бояться перемен. Правильно. Все верно говорите. А при чем здесь другие люди-то? Не понятно. То есть, ну вот вы считаете так. Вам это, ну, подходит. Такая позиция. Допустим. Ну, отлично. Если вам такая позиция подходит, если это ваша прям, то я не вижу проблем. Знаете? Я не вижу вообще проблемы. Вам нравится. Вы так действуете. Вам нравится, вы себя так ведете. Вам нравится, вы так ставите свою, ну, свое поведение. Это здорово. Что вы можете так сделать. Понимаете? То есть, здесь, здесь, сама постановка вопроса, она, как борьба поставлю. Я не исключаю ставить цели и добиваться их даже добря. Но разве не есть жизненные вещи, которые не зависят от нас? А как же судьба? Ну, эээ, я как психолог, эээ, в судьбу не верю. Эээ, для меня, для меня, эээ, судьба, судьба, то, что я вижу, да, то, что я знаю, эээ, для меня судьба, это скорее средство для людей, ээээ, перебросить ответственность себя на других людей. Вот. То есть, как правило, люди используют судьбу именно для этого, как правило. Как правило, люди используют судьбу для того, чтобы, вот, как раз, ээээ, сказать, что это судьба. Это не я, это, вот, судьба так распорядилась. Поэтому, я же думаю, что, эээ, влияние судьбы на человека сильно преувеличивается теми, кто не хочет брать на себя ответственность. Опять же. Вот. Поэтому. Есть вещи, которые объективны, от нас не зависят. Да. Такие вещи, безусловно, есть. Но это не судьба. Это другие люди. Это свечение обстоятельств. Это поступки других людей, человеческий фактор. Вот. Это какие-то спортсмажерные обстоятельства, да, в жизни. И так далее. То есть, есть что-то, на что мы объективно не можем, эээ, повлиять. Это нормально. В этом нет ничего необычного. Абсолютно. Но, это не судьба. То есть, понимаете, судьба, если она есть, то это и есть уже некая предопределенность в жизни. То есть, судьбой, судьбой, ээ, все расписано. За нас. Мне грустно становится отмыслить, что моя жизнь может быть расписана по месяцам. Аноним, только вы ответственны за свою жизнь, если вы не хотите, чтобы она была расписана по месяцам, то она не будет расписана по месяцам никогда. Другой вопрос, вы, для чего вам нужна правда? Для чего вам нужна правда? Зачем она вам? Какая лично у вас проблема? Что касается того, где она, не правда, что ответ здесь может быть такой, такой, эээ, в балансе. То есть, эээ, для того, чтобы, жить счастливо, необходима гармония, необходим баланс. А баланс, это когда что-то в жизни планируется, а что-то в жизни остается, эээ, для спонтанности, творчества, так сказать, неожиданности, импровизации и так далее. И вот такой баланс и есть правда. Но людям сложно, людям сложно найти золотую средину. Это почти невозможно для человека. У человека всегда возникает перекос в ту или иную сторону. И, может быть, вам покажется это что-то странным, но и подобный перекос это тоже нормально. То есть, для человеческой природы, перекосы в ту или иную сторону это норма. То есть, понятно, что стремиться нужно к большему, понятно, что стремиться нужно к балансу, да, иногда уходит на этого человека, вот, вообще, всю его жизнь. Вот, чтобы стремиться к балансу. То есть, человек всю свою жизнь, вообще всю свою жизнь, а стремиться вот, ну, к нему, к нему, к балансу. И у кого-то действительно получается, у кого-то нет. Если человек вот, ну, как бы, ставит целью это, понимаете, да, то есть, если человек ставит целью именно баланс, если человек отдает себе отчет в том, что вот у него есть такая проблема, да, проблема перекоса там, ну, в одну сторону какую-то, да, вот, понимаете, такая ссора, вот. То есть, все это и есть, правда, правда, в балансе, но далеко не каждый человек, далеко не каждый человек способен это принять и понять, что, ну, баланс нужен, понимаете, так, какая ссора. Вот и все. Что значит? Понятно, что у каждого человека своя правда. Но вопрос в том, что делает его счастливым? Если человек, например, там, грубо говоря, занимается планированием, и это делает его несчастным, он вынужден много сил и энергии на это тратить, то я не думаю, что это точно нужно делать. Если человек не строит планы, и это тоже его не делает счастливым, потому что он не чувствует, что ему хорошо. Это тоже не является позитивной, позитивной моделью поведения. Поэтому еще раз, да, все в балансе. На балансе здесь нужно найти сложно. Вот. Я думаю, что ваша, а именно ваша проблема, она заключается не в том, чтобы найти, не в том, чтобы найти брал. Я думаю, что вы достаточно умны, чтобы понимать, что правды, в общем, как таковой нет. Я думаю, что вы достаточно умны для того, чтобы понимать, что искать правду можно очень долго и, в общем-то, даже бесконечно. Возможно. Вот. Я думаю, что вам нужно просто раскрыть свои собственные проблемы. То есть очевидно, что сейчас вы чувствуете угрозу от кого-то, от чего-то в своей жизни. нет. Очевидно, что вы чувствуете себя, ну, не уверенно, может быть, или как-то еще. Вот очевидно, на мой взгляд, очевидно именно это. Вот. И соответственно источник угрозы нужно раскрыть. Что это за угроза? Почему вам становится грустно? То есть вам, вам становится грустно. От того, что у других людей может быть все по-другому. Связано ли это, например, с чувством стыда? То есть тем, что вы хотите, что вы сравниваете себя, допустим, там, с другими людьми. Вот. Связано ли это со страхом одиночества, допустим, или со страхом потерять людей. Вот. Связано ли это с попытностью угождать людям, людям, например. Вот эти моменты такие более, ну, более глубокие, да, более глубины. Их нужно рассматривать. Я понимаю, что вы за счет вот, эм, этого вопроса хотите прояснить момент, который вас волнует. Я понимаю. Вот. Но это, по сути, э, хождение по поверхности. Вот. Это не, э, решение самой проблемы. К сожалению. Вот. Так что, смотрите, смотрите, э, думайте. Э, если вы все-таки увидите, что за этим стоит определенная проблема ваша, то вам, может, можно будет, можно и нужно будет от нее избавиться. То есть ее раскрыть, перестать видеть ее как, как проблему. Вот. В этом вам можно и нужно помочь. В этом мы с радостью вам окажем поддержку и помощь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.